С 1 августа уличным артистам Казани придется за неделю согласовывать с мэрией место и время концерта, а на выступление будет даваться всего два часа. К чему привела попытка установить московский порядок? Сегодня в здании Управления культуры Казани проходит очередная встреча с музыкантами. Они надеются, что администрация пересмотрит документ о порядке уличных выступлений. Если 1 августа правило вступит в силу, некоторые музыканты грозятся уйти в подполье. Артисты считают, что их свобода самовыражения пытается превратить в бизнес. Новые правила будут распространяться не только на музыкантов. Аниматорам, художникам и другим артистам необходимо регистрироваться через специальное приложение. Оно предложит бесплатно забронировать одну из 36 площадок для выступления на два часа. Константин Игнатов играет на улице Баумана уже 7 лет. Музыкант убежден, отведенного времени едва хватит, чтобы разыграться и собрать публику. В своих соцсетях он решил привлечь внимание к конфликту и тут же получил отклик пользователей. Я очень благодарен людям, которые помогают в информационном посвящении этой проблеме. И я вижу, что общественность на нашей стороне и люди готовы помогать всеми силами. И очень многие против этого регламента. Просто обычные люди, ради которых я, собственно, и играю. Это не попытка строить баррикады какие-то. Это просто попытка достучаться и все через СМИ. Она пока дает некие плоды. Выступающие также обеспокоены повторением московского опыта. После внедрения брони предприимчивые граждане, пользуясь несовершенством системы, начали спекулировать местами на Арбате. Ну, сначала мы зарабатывали на парковках. Теперь давайте мы будем зарабатывать на уличных музыкантов. А послезавтра на чем мы будем еще зарабатывать? На уличных фонтанчиках, чтобы в них монетку бросить? Или на достопримечательностях, к которым нельзя будет подойти? Я, конечно, утрирую. Я, конечно, так скажем, преувеличиваю размеры. Но выглядит это с точки зрения самих уличных музыкантов именно так. То есть есть сферы в общественной жизни, которые, на мой взгляд, трогать не просто неэтично, некультурно. Я считаю, что это табу. С недовольством гостей мэрия Казани столкнулась во время чемпионата мира по футболу, когда полиция на месяц вытеснила выступающих. Поэтому им все же позволит выступать, пусть и с сильными ограничениями. Выходом для артистов может стать выступление на уличных верандах. Однако многие предпочитают комфорту честный фильтр публики. Люди останавливаются и слушают исполнителя, если им действительно нравится его музыка. Ариадна Кукушева, Виолетта Басова, Универньюз.